Евангелием, да, значит, закваска Царства Божьего. Но на самом-то деле в контексте Библии и вообще в еврейской системе толкований здесь идет речь о плохом, не о хорошем, не о закваске Евангелия, а анти-евангелия закваски, будем так говорить, а закваски фарисейской, судокейской, иродовой, то есть политической, религиозной, религиозно-политической. Вот, закваска порога и лукавства, закваска никогда хорошего ничего не означало, вот, но, Павел говорит, но есть обресток, это знак чистоты и святости, да, истины. Вот, и так что, друзья, Иисус говорил, что все будет заквашено, но, интересно, Павел сказал, очистите закваску вашу, да, очистите, по-человечески невозможное предлагает, реформация это вообще невозможное, по-человечески это вообще авантюра. Как можно закваску удалить? Представьте, тесто уже все, уже, вот, худуном ходит уже, да, уже, крышку срывает уже, уже, вываливается наружу, и вдруг хозяин говорит, слушайте, нет, давайте отменим эти пирожки, давайте сделаем из пресного теста что-то теперь. Надо новое замесить? Не-не-не, вот, это же тесто только теперь сделайте пресным. Ха, очистите закваску. Фух, это, даже Золушка в шоке была бы, вот, знаете, даже зная мачеха такие задания не давала. Это невыполнимая задача, миссия невыполнима вообще. Как можно уже процесс брожения уже все во всем тесте, уже все вскисло уже, все три меры муки, и вдруг команда поступила очистить закваску старую? Невозможно. Невозможно. Поэтому, дамы и господа, реформация сделала невозможное, но невозможным человеком, возможно, Богом. Богу же все возможно. И Бог из кулича нашей греховности сделает массу своей праведности. Он может все, он может все, он всем обущий. И всякого рода закваска, порог и лукавство удалиться сам не сможешь. Просто доверься Ему, доверься Ему, и Он сделает себя пресным. В хорошем смысле, ну, в библейском смысле этого слова. Пресная жизнь, да, ну, для многих ассоциация такая, не очень хорошая, может. Вообще, пресная, значит, опресная чистоты и истины, святости Божьей. Слава Богу. Хорошо, друзья. Кстати, видимый знак, вот Пасха приближается, видимый знак греховности, это еще в шестом столетии традиция такая, укоренившаяся вот этих куличей. С карашенными яйцами там и прочее. Языческая традиция. Я понимаю, что дело не в куличах, конечно, знаете ли, но, честно говоря, я уже давно уже, как бы, другой духовной ориентацией совершенно. То есть я уже этими вещами давно не занимаюсь. Вот, хотя, если люди там, да, вот на Пасху, ну, как бы уже там, перед фактом ставят, приносят какие-то там, значит, куличи, давайте помолимся за эти продукты питания только, вот, как за питание, просто вот как хлебушек покушайте. Ну, вообще, я, значит, противник этих вещей. Я лучше хлеб бедности мацу на Пасху похрущу мацой, но, чистой совести, чем, знаете ли, вкусный ароматный кулич, но потом, значит, плеваться, значит, и отрекаться. Вот, значит, оно мне надо. Общение с бесами не для меня. Для меня, знаете ли, я потерял вкус всякий в общении с бесами. Раньше, да, было дело, а теперь нет, только с глухим сырским общением это все. Вот, значит, и исторически, да, это шестого столетия, традиция такая уклянившаяся, это с этого еще такого фаллический культ поклонения там. Вот, не только в Греции, не только там в Риме, это было в разных народах и есть. Порой и в некоторых народах до сих пор есть. В Японии, в частности, да, там, значит, он до сих пор процветает подобный культ. Вот, и, но в христианство привнесено было это извне. Вот, хотя Пасха ведь изначально даже называлась не праздником, значит, дрожжевого, да, значит, скисшего, да, а праздником опресников, чистоты. Вот так вот, друзья. Вот, поэтому пора возвращаться к корням все-таки. Хотя, с другой стороны, конечно, можно и хрустеть мацой, вот, но так и не быть примиренным с Богом. Не примириться с Творцом, потому что водораздел проходит он не по, там, куличам и маце. Водораздел проходит по сердцам человеческим. Вот, и поэтому я убеждаю просто людей в первую очередь примириться с Богом. Неважно, в какой он традиции, там, языческой, еврейской, библейской или антибиблейской. Знаете ли, я говорю, что первое дело самое, примиритесь с Богом, просто примиритесь с Господом. Потому что спасение без, ну, без Иисуса, без Божьего этого плана спасения. Ну, люди пытаются, конечно, самостоятельно как-то, знаете ли, идти в обходы, но не уйдешь так далеко. Тупики. Будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, Петр пишет, да, отвергаясь и отвергаясь искупившего их Господа. Вот я хочу вот это подчеркнуть мысль Петра. «И отвергаясь искупившего их Господа». Знаете, меня даже резонуло прям, просто резонуло по сердцу. Я уяснил для себя такую вещь. И из других мест писаний, конечно, но вот именно вот этот текст, он меня как-то очень сильно коснулся тогда. Давно еще, еще тогда, вот, 96-97 годы, что суть любого лжеучения – отвлечь человека, да, от искупившего их Господа. Отвлечь человека всеми правдами и неправдами. Порой даже такими благими, как бы даже вроде как бы намерениями. Порой даже, вроде бы, христианскими всякими учениями, да, значит, там, или чем, или практикой. Но отвлечь от Искупителя Господа. Братья, сестры, просто заклинаю всех, и Господа Иисуса Христа, держитесь Спасителя, не отвлекайтесь от Него, не убирайте свой взгляд от Него. Размышляйте о Нем, думайте о Нем, чаще думайте о Нем. Вот, и о крови Христа думайте. Потому что обескровленная церковь, христианин обескровленный, да, то есть, потерявший вот это понимание божественности крови Христа, спасения, цены этой аргнца Божьего, знаете ли, он, ну, долго не протянет. Как вот и физические тела, да, если он теряет кровь много, то, ну, жизнь уходит, душа уходит, все, человек погибает, знаете ли, и, ну, так вот. Поэтому очень часто, ну, близко к смерти христианство, почему мы видим, на примере отдельных верующих или целых общин, там, динаминации, конфессии, ветвей христианства, засыхает порой христианство, значит, и в случае в отдельном человеке, и там, и целых направлений. Теряется вот эта христосантричность, как говорят. Это панацея для христианина, для человечества вообще. Это панацея, это исцеление вообще всего. Как вот вчера говорил в истории с медным змеем, да, не было другого варианта, надо было смотреть только на то, что изображено было. Вот, и это было образом. Иисус сказал, это было по отношению к нему, пророческим, к этим действиям. Как мы и все вместе змеи в пустыне, должен быть вознесено и сыну человеческому. Если какой-то яд начинает действовать в тебе, если ты понимаешь, ты укушен, а здесь, на этой земле, вообще во зле все завешено. И зло не стало сейчас за два тысячелетия более добрым, как бы, да, меньше не стало зла. А тьма, она не стала менее темной. Значит, и поэтому кусает грех, кусают змеи. И если ты взираешь на Христа, то любой кусь-кусь, там, любой укус, он для тебя вообще даже неочутим. И вообще, враг пробует кусать, и ничего не получается у него, абсолютно. Вот, но если чуть в сторону от Иисуса взгляд твой, твоя мысль, да, твое сердце, душа твоя, то начинает действовать этот яд змеиный. И выход какой? Даже если тебя уже все парализует этот яд, уже, да, убивает. Из последних, через не могу, через не хочу, просто помысли о нем. Призови его имя. Призови имя Христа. Взирая на него, размышляя о крови Христа. И это проверено уже двумя тысячелетиями историей христианства. Это проверено опытно миллионами и миллионами верующих. разных конфессий, разной динаминации, разных народов, разных племен, разных стран. Поэтому, взирая на Христа, спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя, Боже, за твое божественное искупление, за кровь святую мою. Аминь. Сделаем первые пять минут и продолжим. Пожалуйста.